Российские интернет-пользователи лишаются доступа к популярным видеохостингам и социальным сетям. Роскомнадзор блокировал Facebook и Instagram, замедлил работу Twitter. Всерьез обсуждается возможность отключения YouTube. В свою очередь западные платформы закрывают для российских аккаунтов функцию монетизации контента. Иными словами, если вы блогер, зарабатывать в сети теперь станет сложнее. Одни испытывают в связи с этими событиями тревогу, другие смотрят вперед с оптимизмом. Наконец-то цифровой детокс. Но многие все же опасаются потерять связь с мировым сообществом, выпасть из глобальных трендов. Насколько сильно мы зависим от соцсетей, как быстро привыкнем к их отсутствию, что потеряем и что приобретем. Чем займемся в освободившееся время? Эти вопросы наша съемочная группа задала жителям Твери. И вот что они нам ответили. Вопрос закрытия Инстаграма меня интересует мало. Потому что это бесполезная трата времени. Но когда мне появляется свободное время, я пытаюсь заняться самообразованием, что-нибудь почитать, спортом заняться. У меня есть родственник, который с ума теперь сходит, с того, что Инстаграм отключили. Но найдет, чем заняться другим. Мне, в принципе, все равно. Я могу и без соцсетей жить. Не особо зависимо. Учусь, работаю. Нет времени особо на соцсети. Нечем заняться больше на пенсии. Так глядишь, все-таки полазишь по интернету, что-то интересного знаешь. Блогерам не повезло просто-напросто. У меня друзья вообще не пользуются Инстаграмами. Мы только ВК пользуемся и все. Мы как бы гуляем больше времени и все. Но не очень хорошо, что закрыли. Нам нравится. Мы уже привыкли к этому. Это где-то часть нашей жизни. Мы общаемся с друзьями. Мои коллеги очень активно себя позиционируют, активно выкладывают. Я врач. И поэтому, конечно, мы тоже задействованы в этой сфере, что это необходимо для нашей жизни стало необходимостью. Надеемся, что все-таки все восстановится, что мы вернемся к нормальной жизни. Очень хочется верить.